Всем привет! Меня зовут Оля. Это видео на тему эмоциональной осознанности. В прошлом году я обнаружила, что я каким-то образом не чувствовала больше половины своих эмоций, которые происходят в теле. Эмоции живут в теле. У меня, видимо, настолько была потеряна взаимосвязь со своим телом, что я его перестала слышать. И, например, у меня в теле уже были боли по всему телу, которые не убирались таблетками. То есть я не могла выпить там нурофена стандарт и обезболить все это. Это не помогало. И постепенно я начала медитировать и прислушиваться к своему телу. И внезапно я начала слышать какие-то сигналы от него или какие-то эмоции, которые я до этого не слышала. Видимо, у меня была, во-первых, привычка игнорировать свои эмоции или чувства. Потому что я давила в себе злость сразу, подавить себе раздражение. Мне казалось, что это очень плохие чувства. Нужно быть такой культурной, сдержанной и пуленепробиваемой. Вот. И вся эта моя игра в пуленепробиваемость, у которой, конечно, ноги растут из детства. Это просто было задавливание всех своих эмоций и чувств внутрь. И привычка игнорировать сигналы. То есть сигналы идут, а уже никакой реакции на них нет. Потому что ты либо обманываешь себя, либо задавливаешь себя, либо объясняешь себе, ну вот жизнь такая, ничего не происходит. Поэтому они как бы где-то внутри вертятся, что-то там делают. Ну что-то делают, что они делают. Они рождают какие-то болезни в теле. Либо еще я поняла, что эмоции, они никуда из тела из этого не деваются. Они в нем так и происходят. И очень часто там происходят в теле какие-то процессы, да. Что-то пошло. Нервная система, она живет циклами. Иногда эмоции могут оттаивать вот в самый как бы неподходящий момент. Вот вроде все хорошо, но хочется, например, какого-то дерьмеца. Некоторые люди говорят, вот все хорошо, но хочется скандал устроить. Но у меня такого вот не было, если честно. Чтобы на равном месте скандал устроить. Но у меня было другое. У меня было залезть в какой-нибудь трэш. Найти на свою жопу говноприключений каких-нибудь. Что-нибудь потерять, например. И ужаснуться по этому поводу. Вот. И в теле начинает вот это вот оттаивать. И... А мозг, он вместо того, чтобы прочитывать это правильно, он начинает упаковывать это в какие угодно коробочки. Я приведу пример, например, из... Вот с путешественниками. Есть люди, которые вот скитаются по свету, дома им не сидится. Или мотаются по стране. Иногда эти поездки настолько идиотичные, что их никакой логикой вообще, лесообразностью совершенно не объяснишь. Например, человек едет в какую-то командировку или там что-то делать в другой город. Там он заработает 8000 рублей, а потратит на билеты 15000 рублей. И он объясняет себе это тоже как-то вот какими-то вот способами. А потом разговариваешь с этим человеком, а оказывается, что его в детстве там вышвыривали регулярно в подъезд. То есть такая команда какая-то отвали и потеряйся, да. И вот эти эмоции детские, они в теле остаются. Потом тело человеку во взрослом возрасте начинает подавать какие-то сигналы. И человек вот не сидится на месте. Он своим умом как-то это объясняет. Например, я не такой как все. Мне нужно путешествовать, чтобы достичь счастья. Мне нужно там срочно сорваться в 20 раз там в Индию вместо того, чтобы строить свою карьеру. И обеспечивать себе финансовую безопасность. Ой, что-то в глаз попало. Колит, колит, колит. Кусочек теней, наверное, отвалился. Кому-то надо меньше штукатурки. Вот и или какие-то другие вещи. Люди, например, скандалят годами и они говорят, что им скучно без этого. А дети растут их в каком-то трэше. И тоже начинают залипать на это. Потому что даже если эти эмоции кому-то доставляют какую-то разрядку или удовольствие, они все равно продолбливают психику. Крышу можно себе продолбить. Особенно продолбить и к взрослому возрасту. Вот это по совокупности факторов. Старость имеет каждый, какую себе заслуживает. Если там манечка или там какие-то психические заболевания, очень часто это ничего не имеет общего с генетикой, а имеет все общее с образом жизни, который человек вел, и с тем, что он делал в своей жизни. Если он постоянно бесился, отмораживался, всю жизнь скандалил, сжирал своих близких, осыпал их претензиями или упреками. Вот у меня есть у подруги там живой пример. У нее папа в 60 с лишним лет заработал себе эпилепсию вообще. Но он не вынес из этого никаких уроков. То есть в 60 с лишним лет эпилепсия это в чистом виде заработанное. Это не генетическое никакое заболевание. Вот он себе его наорал, нажил и так далее. Но вот я надеюсь, что ясно, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот эти эмоции живут в теле, и они очень часто самовоспроизводятся. Негативные эмоции. Позитивные, естественно, тоже самовоспроизводятся. Что с этим совсем делать? Например, женщина привыкла орать на своего ребенка и считает, что он без ее крика ничего не делает. Ничего не делает. На самом деле, конечно же, она уже кастрировала своего ребенка и приучила его к условному рефлексу. Делать можно только после того, как она наорет. У него уже просто в теле реакция. Даже если захочет сознанием, он ничего не сможет сделать. Потому что он не сможет этот цикл разорвать и изменить. Что делать, если вы обнаружили в себе или еще не обнаружили, но вы задумываетесь о том, что все происходит какому-то билищему колесу. Все движется вот так вот по зацикленному. Вот как-то оно все так происходит. Как-то вот однотипные ссоры, однотипные там какие-то мужчины. Один бросил, второй бросил. Или там один алкоголик, второй алкоголик. Или один игроман, второй игроман. Один трудоголик, второй трудоголик. Или какие-то вот такие вот вещи происходят. Что с этим нужно делать? По идее, заменяя вот эти эмоции реально, и заменяя эти эмоции, работая с этими эмоциями, человек меняет всю свою жизнь. Он меняет свою так называемую карму. Потому что он больше не будет принимать решения из негативных эмоций. Он будет принимать решения из позитивных эмоций. Он наконец-то может работать своим каким-то сознанием. Потому что вот это вот именно и есть спаявшаяся вот эта вот реакция в теле, в каком-то подсознании. Подсознание. Подсознание вот у меня еще не факт, что оно находится в каком-то отделе мозга, а не вообще во всем теле. или еще где-то. Потому что бывает вот такого, допустим, даже во сне ты спишь, что-то задевает твою ногу, да, например, какое-то ощущение идет. И мозг во сне придумывает историю, упаковывает это ощущение в какую-то историю. Например, что там что-то не идет нам, например, из своих каких-то снов. Бывает, что нога затекла, допустим, а снится, что она куда-то там попала, что-то с ней там плохое происходит. Например, вот так вот. Ну, в теле какое-то ощущение, а мозг такой уже создал свое кино вообще, все объяснил. Это во сне. А в жизни, на самом деле, происходит примерно то же самое. Как сделать, чтобы они исчезли? Это очень непросто. Даже если человек понимает, что он что-то делает не то, например, раздражается на своего ребенка и хочет его убить. Он понимает мозгом, что этот ребенок ни в чем не виноват. И эта реакция откуда-то возникла. Вот какая-то психопатия, что-то происходит. Где-то он это видел. Видел он, конечно, это в своей семье. Из ниоткуда это вообще никогда не берется. И что нужно с этим делать? Во-первых, осознавать, как пошла эта эмоция, или заметили вот этот сигнал, сразу стопе. Стопе, стопе. И можно даже начать с собой разговаривать. Я чувствую вот это. Я чувствую раздражение. Я чувствую агрессию. Я чувствую такие вот эмоции по отношению к тому-то. Смотреть, где в теле это происходит. Что происходит. Например, кто-то вам там что-то сказал, и у вас начинается раздражение. Откуда оно начинается? Отсюда оно начинается? Отсюда оно начинается? Что это за эмоция? Охватывает беспокойство, например, какое-то. Вот что-то хочется. Непонятно, что хочется. Куда-то что-то хочется. Какое-то вот... Это может быть как и плюс, так и минус. Большой жирный минус, когда человек спокойно не может сидеть. Ему все время нужно, и у него подгорает. Может быть, ему не давали отдыхать. И благодаря этому он вымотается вообще в ума. Он просто измотает всю свою энергию. У него энергии не будет, а он все равно не сможет отдыхать. И потом организм уже начинает ожирать сам себя, ожирать свою нервную систему, потому что он никогда не отдыхает нормально. Неспокойствие. То есть смотрим, откуда, вот где это беспокойство. Какое оно? В чем оно проявляется? Откуда оно вообще появляется? И иногда просто вот даже самой осознанности, когда мозг включается в сознание и начинает все это считывать, достаточно просто вот, просто побыть в этой осознанности, просто побыть, чтобы изменить вот эту эмоцию. после того, как несколько раз на надвигающейся какой-то негативной эмоции, после того, как несколько раз человек себя проработает, просто мыслями хотя бы клин вобьет в эту эмоцию. Когда он не станет реагировать сразу, как безусловный рефлекс, да, раздражитель, реакция, раздражитель, реакция. Чтобы убрать эту реакцию на раздражитель, нужно рассмотреть вообще, что человек видит в этом раздражителе. Это какая-то старая травма, да, она не имеет отношения к настоящему, а человек продолжает реагировать на фантомную какую-то боль, портить отношения в настоящем с этими, с другими людьми, как-то портить себе жизнь, либо куда-то бежать, разрушая свою карьеру, разрушая свою судьбу и объясняя это тем, что вот человек путешествует, вот так вот круто путешествует, у него необычная жизнь, не как у простых смертных, у простых смертных все скучно, а что там дети, большая квартира, хорошая машина, любовь, отношения, все прекрасно. Это же так скучно, а вот так мерзко. А вот где-нибудь потеряться, там, я не знаю, в каком-нибудь Тбилиси с тремя копейками и терпеть приставание грузин, вот это зашибись. Вот это отличная судьба, отличная жизнь, это приключения же. Ну и вот, вот как бы вот такое вот. Дело в том, что у нас как будто бы складываются, вот многие говорят про то, что складываются нейронные связи определенным образом. Нейроны, они как бы в кучке, там как бы собираются определенные, и мозг и тело реагируют определенным образом. И вот этот вот сценарий, он без конца, без конца крутится и повторяется одно и то же. чтобы сделать что-то другое, а не то, что делается каждый раз, и получить какой-то другой результат, потому что реально можно себе продолбить нервы, продолбить крышу, можно себе заработать какой-нибудь серьезный диагноз. И как и просто по здоровью, уже сотни работают, какие сотни там, ну уже не обсуждается, что, допустим, ашемическая болезнь сердца, это чисто психосоматическое заболевание. Уже не обсуждается, что ангина – это психосоматическое заболевание, астма и артриты, например, ревматоидные. Это все психосоматические заболевания. И, ну и то же самое, можно бесконечно там какие-то приключения попадать и результаты не заработать и остаться как бы у разбитого корыта. И, чтобы разорвать эти как бы связи, во-первых, нужно вбивать клин осознанностью, а во-вторых, можно работать контр, как бы контр клином. Я не знаю, в этом видео рассказывать или в следующем. Наверное, в следующем я расскажу другое упражнение. Уже есть хочу. Да, упражнение расскажу активно. Следующее. И напишите, пожалуйста, например, какие эмоции или какие вот патологические такие какие-то вещи вы в себе замечаете. Также я записала уже много видео на тему привычек, как менять свои привычки. Если есть, допустим, вот, допустим, привычка это тоже такой очень наглядный пример негативной эмоции. Например, привычка опаздывать, привычка что-то терять, привычка с кем-то скандалить, привычка, я не знаю, что-то упускать, саботировать себя. Это все то же самое вот эти вот зацикленные негативные эмоции, нейронные связи, которые сложились определенным образом, они живут в теле, и с ними можно работать, их можно менять. Самое главное. Большинство вещей, до большинства вещей я доходила сама. Я, например, спрашивала психолога и коуча сертифицированного в феврале этого года. Я заказала на него консультацию как раз разобраться с тем, почему я попадаю в какие-то говноприключения. Например, это был мой день рождения, а я так намутила с карточками и с деньгами, что я не имела доступа к своему счету. У меня так оказалось, что все деньги на бескарточном счету, все закрыто внезапно, а я как-то куда-то все потратила и какую-то карточку там потеряла, которая от карточного счета, и вот как-то что-то я никак не мог перевести все это. И вот такая вот, я с деньгами и как бы и без денег. Такая. Потому что уже как бы эти деньги сложно было где-то потерять или куда-то просрать или куда-то что-то сделать. Но все равно я осталась без денег вот таким каким-то способом. Притом в конце дня я обнаружила, что у меня были наличные. Просто я про них забыла или что-то я подумала, что я куда-то их потратила. Я в конце дня, я сижу на свой день рождения без торта, без всего, без этого. И в конце концов обнаруживаю в конце дня, что у меня там 5 или 7 тысяч рублей налички в кармане лежат. Ну вот такой вот. Я спрашивала коуча, психолога, сертифицированного тренера и он нес вообще всю консультацию в какую-то пургу. Поэтому я не психолог, но я рассказываю многие вещи, которые у меня просто есть ответы на многие вопросы. И я с ними, я этими ответами и этими упражнениями делюсь с людьми, потому что в свое время мне неоткуда их было прочитать, неоткуда было получить. Какие-то вещи я прочитала там, 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 там и сопоставила. Какие-то упражнения я взяла у западных каких-то коучей, гуру, какую-то информацию, какую-то у наших людей. До чего-то сама дошла. Теперь я вижу, что некоторые люди тоже самое говорят. Похожую информацию. Вот. Поэтому, если вам было полезно это видео, если вы досмотрели до конца, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий, откуда вы, почему вы меня смотрите, полезно вам это или нет. Спасибо большое.